В Бресте 70-летие принятия всеобщей декларации прав человека отметили юбилейным заседанием и семинаром, на который представители Белорусской секции Международного общества прав человека пригласили студентов, журналистов и лауреатов конкурса студенческих и ученических работ, посвященных юбилейной дате. Из 60 присланных научных изысканий со всей республики жюри отобрало пять лучших, в числе победителей и брестская гимназистка Маргарита Равнейко. Работа проходила достаточно тяжело, так как надо было пользоваться различными документами, различными материалами, вот в этом вот плане. То есть достаточно ознакомиться с литературой, хорошо, чтобы стойно написать работу. Права человека – это одна из важных тем в современном мире, потому что, к сожалению, можно наблюдать, что права человека не всегда наблюдаются. И, конечно же, хотелось бы каких-то, может быть, нововведений, каких-то новых законов, чтобы больше уделялось внимания человеческим правам, чтобы они действительно соблюдали. Сегодня всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 году, была и остается главным документом, закрепившим права и свободы людей. Именно эта программа действий послужила толчком для возникновения правозащитного движения, лидерами которого стали Нельсон Манделла, Мартин Кинг, Андрей Сахаров. Международное общество прав человека объединяет порядка 57 стран. С секциями у нас, статус секции 37 государств мира, всех континентов. Именно деятельность белорусской секции, она, конечно, в плане образования, в плане массового распространения вопросов прав человека, она имеет в нашей системе ведущее положение. Вместе с главным правозащитным документом планеты свой юбилей, хоть и маленький, отмечает Брестская группа прав человека. В декабре организации исполнилось 25 лет. Время подводить итоги и строить планы на будущее. Образовательный уровень мы уже прошли, мы уже выполним. Надо поднимать роль защиты прав человека, усиливать эту сторону вопроса. И социальная проблема, нам надо заняться вместе с другими борьбами с коррупцией, как социальным явлением, как явлением, препятствующим правам человека. Ирина Альшова, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Эти поручи... Продолжение следует...